Следующий блок открывает доклад «Консервативное и малоинвазивное лечение спортивных травм». С докладом выступит Максим Алексеевич Страхов, кандидат медицинских наук, доцент кафедры травматологии ортопедии военно-полевой хирургии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, доцент кафедры травматологии ортопедии ФНКЦ ФМБА России, главный внештатный травматолог ФМБА России, город Москва. Уважаемые коллеги, разрешите представить доклад «Консервативное и малоинвазивное лечение спортивных травм». На сегодняшний день пациенты, которые приходят к нам с проблемами спорта, имеют не только болезни напряжения и истощения, которые характерны для спорта, но и самые обычные заболевания, травмы и последствия, воспалительные, гератинные заболевания и, конечно, предшествующие этому различные нарушения синтетной тканы и в суставах, и в других каких-то частях конечностей. Ну вот, с точки зрения травм, с которыми нам приходится чаще всего сталкиваться работать, мы должны сказать, что сегодняшние данные наших американских коллег говорят о том, что в структуре спортивных травм костные повреждения составляют всего не более 9-10%. Все остальное приходится на самые другие различные повреждения. Повреждения мышц, тендинопатии, повреждения связок, боль в спине, контузии, черепно-мозговая травма, повреждения менисков, вывихи. И таким образом мягкотканные различные повреждения не преобладают среди тех, с которыми нам приходится иметь дело. Важно очень отметить, что из-за того, что юноши, подростки находятся в спорте, приходят в спорт очень рано и долгое время находятся без хорошего сопровождения, самые высокие цифры травматизма характерны именно для подростков. Ну вот, хотелось бы привести пример одного такого подростка, девочка 14 лет, к нам обратилось в фигурное катание. Значит, травма левого седалищного бугра во время вполне резкого движения, с этого момента болевой синдром в области луно-седалищной кости. Смотрим, обследуем, находим у нее хамстринг-синдром, РЭС-синдром и на этом фоне частичный эпизиолиз левой седалищной кости. Конечно, мы занимались лечением этой пациентки. Через какое-то время, значит, она снова к нам обратилась с другой проблемой. Ну вот смотрите, проходит год, и эта девочка у нас уже в 15 лет, через год с разлитым болевым синдромом, заинтересованностью обоих коленах, обоих голеностопных, обоих кистевых суставов. В этом случае мы уже ее обследовали более подробно и выставили ей синдром гипоплазии седательной ткани, гипермобильность, болезнь от сгода шлятора с обеих сторон, кисту бекера правого коленного сустава, которая свидетельствует о постоянных перегрузках и развитии синовита в области сустава. Ну, на этом, конечно, она у нас получала лечение, но на этом как бы все не закончилось. И в 16 лет, значит, она к нам обращается вот с таким вот уже повреждением. Она получила вот такую вот мощную гематому в области бедра на фоне постоянных падений во время изучения определенного ПА. И даже появилась агравация болевого синдрома, связанная с нежеланием выходить на тренировку. Ну, вот здесь очень важно отметить, что эта пациентка, безусловно, в течение многих лет испытывает очень большой стресс. И решение проблемы стресса, которая связана зачастую со взаимоотношениями, с родителями, с тренером. Это один из принципиальных моментов помощи нашим пациентам, потому что спортивный стресс – это очень сложный по своей структуре стресс, который связан и с участием в соревнованиях, и с тренировками, и с конкуренцией, которая существует в команде. Ну, а также мы должны понимать, что есть элементы стресса, особенно у подростков, которые возникают на фоне каких-то взаимоотношений с родителями, с тренером. И это то, что требует, безусловно, определенной коррекции. Говоря же о медикаментозной и немедикаментозной терапии, то мы ориентируемся, конечно, здесь на те рекомендации международные, которые сегодня существуют, и подходы тех, которые есть к лечению болевого синдрома и решению проблем биомеханики, они зачастую совершенно одинаковые, как у обычных наших пациентов, страдающих какими-нибудь заболеваниями, так и у спортсменов. И вот здесь очень важно понимать, что, конечно, базовая терапия – это, конечно, не медикаментозный метод лечения. Первый шаг терапии сегодня по рекомендациям ИСЕО 2019 года – это использование препаратов группы СИСАДО, парацетамола, топических нестероидных противовоспалительных препаратов. Второй шаг – это пероральные формы НПВС, он три составные инъекции георанатов и глюкокортикостероидов. Ну, конечно, ОФК – это основа всей работы со спортсменом, и не только спортсменом, с любым пациентом. Здесь очень важно соблюдать те этапы, которые необходимы для гимнастики с точки зрения восстановления пациента, полноценного восстановления и возвращения в спорт. Очень важно использование таких вот дополнительных методов помощников, как различное ортезирование, тейпирование. И, конечно, один из самых мощных механизмов, который помогает нам справиться с болевым синдромом – это в лечебной гимнастике и в ортезировании – это запуск мышечной помпы, которая приводит к очень быстрому спаданию отека и гораздо более быстрому восстановлению пациента по сравнению с более спокойным образом ведения образа жизни наших пациентов. Очень важно обращать внимание на питание, где в качестве рекомендаций обязательно должно звучать потребление обильного количества жидкости, разнообразное питание. Вот с детишками мы иногда играем в такую игру, мы говорим, съешь радугу плюс два цвета, семь цветов радуги и плюс черный и белый цвет в продуктах. И зачастую это бывает очень хорошей помощью для юного спортсмена, для того, чтобы восстановить ему правильное питание в течение его спортивной карьеры. Ну и, конечно, надо избегать таких мест общепита, где очень много субпродуктов, где очень много пищевых добавок, консервантов, которые могут влиять на организм нашего пациента. Особенно мне бы хотелось выделить среди немедикаментозных методов методы профилактики, которые появились на основе большого количества видеоанализа, которые используются сегодня в спорте, для понимания того, почему пациент получил травму, почему спортсмен получил травму. Вот, если вы знаете, то какое-то время назад, в 2002 году, FIFA рекомендовала своим спортсменам комплекс под названием 11+. И когда в 2012 году через 10 лет посчитали эффективность, оказалось, что во время тренировок количество травм снизилось на 37%, во время матча на 29%. Это очень хорошие цифры, которые говорят о том, насколько эффективна такая программа. Смысл этой программы – сформировать у спортсмена правильный стереотип движения в стрессовой ситуации, когда он находится на позе, когда он находится на тренировке, в игре. И сегодня продолжением этого продукта является вот такая очень интересная программа «Гецент тренируйся с умом», которая устанавливается на обычные смартфоны, айпады, где уже есть предложения из комплексов упражнений для практически всех видов спорта. И зачастую мы используем эту программу для подбора комплекса восстановительных упражнений и вот такой вот тренировки у наших пациентов с самыми разными подготовками, но с активным образом жизни. То есть там существует несколько уровней. Начальный уровень, полупрофессиональный уровень и профессиональный уровень, который помогает подобрать упражнения прямо для конкретного вида спорта с учетом занятости человека в этом виде спорта. Либо любительский спорт, либо профессиональный спорт. Это очень хороший помощник. Ну вот в качестве эффективности различных методов немедикаментозных мне бы хотелось показать вот этого футболиста, достаточно юного, который к нам обратился с тенденитом многораздельных мышц поясничной области. Ну, как правило, боль в спине, значит, у наших спортсменов связана именно с различными проблемами мышц и сухожилий, которые там находятся. И редко, когда непосредственно с самим позвоночником, но тем не менее, видите, сразу же сделали МРТ, выявили тенденит, и этот наш пациент прекрасно прошел на консервативной терапии, даже не потребовал каких-то инъекционных манипуляций или использования каких-то препаратов дополнительных, кроме как реабилитационные возможности нашей лечебной физкультуры. Ну, а тогда, когда мы говорим о болевом синдроме, то вот те подходы, которые у нас есть сегодня в классической медицине, и, значит, подход основанный на оценке выраженности болевого синдрома, мы это тоже используем в спорте. Я вам давайте напомню, что когда к нам приходит пациент с одним-двумя баллами по шкале ВА, что в этом случае мы, как правило, думаем о том, что это очень слабо выраженный болевой синдром. И здесь вот тоже как раз уместно использование вот таких инструментов, как ГЦ «тренируйся с умом». Если боли более выражены на уровне 3-4 баллов, то здесь целесообразно как раз использовать топические формы НПВС. Ну, а если больше 4-5 и выше, то, конечно, нужно использовать более сильные методы обезболивания. И здесь вот у нас очень интересно случился такой прецедент в работе с нашим партнером одной из компаний, название которого вы видите на слайде, и которые продукты, которые очень хорошо известны для начальной стадии обезболивания, это продукты группы НАЙС, где есть и местные формы топические этого препарата, и пароральные формы этого препарата. Вот мы обратили внимание, что по этому продукту существует еще такая интересная программа профилактики травм НАЙС-ПРО. И более детальное изучение показало, что эта программа нуждается в определенной доработке, если речь идет, например, не только о позвоночнике, но и о других каких-то локализациях. И мы в этом году разработали и предложили упражнения, комплексы упражнений для коленного сустава. Это совместная работа врачей лечебной физкультуры и настроматологов-ортопедов с учетом уровня подготовки, уровня физической подготовки низкий, средний, высокий, с учетом возрастных групп от 18 до 40, от 40 до 60 и старше 60. Значит, комплекс показал себя очень интересный. Первично вот это с точки зрения эффективности. Вот одно из упражнений, например, о разгибании ноги сидя на стуле. Вы видите, здесь наша модель выполняет. Мы специально фотографировали для того, чтобы у нас были хорошие иллюстрации. И сейчас у нас готовится публикация на эту тему. Поэтому ожидайте, там будет более подробная информация о том, что за работу мы провели и как мы все это используем в нашей клинической практике. Очень важно использовать организационные моменты в лечении, связанные с самыми разными нюансами, перечисленными в этом слайде. Но вот в качестве примера освидетельствования спортсменов мне бы хотелось показать этого очень интересного молодого человека с 17 лет, с болезнью Шерман-Мау, экипоскалиозом, который занимается кружками в воду, который обратился к нам за допуском, занятием и спортом. Конечно, для нас были большие сомнения, допускать его или нет, но хороший мышечный корсет показал, что он очень скомпенсирован и может заниматься этим видом спорта. Но его достижения в последние годы, когда он несколько раз завоевал золотые медали на больших чемпионатах в мире, говорят о том, что это было в свое время достаточно правильное решение. И, конечно, мы этому молодому человеку пожелали больших успехов и его производственной деятельности, связанной со спортом, с прыжками в воду. Еще один аспект, который связан уже с фармакотерапией, это взаимоотношения с развитием воспаления и болевого синдрома. Очень интересные работы наших немецких коллег. Это группа HELL, которая показала о том, что сегодня очень важно учитывать не только начало, вот эту стадию воспаления, но и выход пациента из воспаления в фазу разрешения и фазу постразрешения воспаления. Здесь наши коллеги немцы провели такое очень интересное исследование, в котором показали, что традиционные препараты анистероидные и противовоспалительные приглушают боль, снижают уровень болевого синдрома, но зачастую могут служить механизм хронизации болевого синдрома, особенно у людей активного образа жизни. Поэтому очень важно использовать в комплексной терапии те возможности, которые дают нам препараты, влияющие непосредственно, например, на цитокиновый ряд, интерлекиновый ряд. Почему? Потому что эти препараты непосредственно не влияют на болевой синдром, они очень быстро помогают справиться с воспалением организма и закончить его, как можно, более ранние сроки. И с точки зрения малоинвазивных подходов, очень важное значение имеют различные аспекты инъекционной терапии, где в первую очередь мы решаем проблемы восстановления свойств синавиальной жидкости, которая по каким-то причинам оказалась нарушенной или измененной в суставе у наших пациентов. Вы сейчас видите табличку, на которой показана группа препаратов, которые мы чаще всего используем в своей клинической практике. Это препараты полиакриламидного геля типа ноутрексина, значит, это препараты гиуроновой кислоты, расщепленного коллагена, плазмобогащенными тромбоцитами и препараты на основе мезотемальных клеток, полученных из жировой ткани или из костного мозга. И вот здесь вот вы видите, что каждый из этих препаратов решает совершенно свои определенные задачи, и зачастую, чаще всего, мы у наших пациентов используем эти препараты в виде каких-то комбинаций. Вот посмотрите, один из наших пациентов, занимающийся спортивной ходьбой, который обратился к нам вот с такими выраженными изменениями в области коленного сустава, хондромаляцией, синовитом, изменениями структуры костной ткани. Значит, мы выполнили ему инъекцию препарата полиакриламидного геля в коленный сустав. Вы видите, как раз момент удаления транссудата и введения препарата. Потом мы ввели ему препарат геороновой кислоты. И через какое-то время мы взяли его на манипуляцию с термально-васкулярной фракцией, с жировой тканью полученной, для того, чтобы продержать его на ходу еще пару лет. Ну, а после этого, конечно, предложили делать хирургическое, использовать хирургическое лечение для того, чтобы сохранить свой коленный сустав для обычной жизни. Очень важно подчеркнуть, что вот такие препараты, как георонаты, сегодня выходят на передний план, как очень хорошие наши помощники в восстановлении наших пациентов. И вот очень интересный метаанализ, в котором показано, насколько геороном кислота эффективна в плане купирования болевого синдрома, восстановления функции и тугоподвижности у пациентов с различными стадиями стеартрита, то есть болью в коленном суставе, по сравнению с глюкокортикоидами, нестероидными противовоспалительными препаратами и плацебо. Вот геороновая кислота – это первый столбик, который очень хорошо выделяется, и где видно, насколько эффективен этот препарат для решения этих задач. Ну, а для наших пациентов-спортсменов георонаты мы зачастую используем не только внутрисуставно, но и внесуставно. Вот вы видите одного из наших пациентов, у которого мы лечили контрактуру, извините, второго пальца, немножко ошибка допущена на слайде, второго пальца, после перелома этой контрактуре 9 месяцев. Это мальчик-шпажист. Значит, он пришел, она очень была ригидная, и мы разработку сопровождали инъекцией низкомолекулярных георонатов в область подпаратена сухожилий сгибателей-разгибателей, в область связочного аппарата близлежащих суставов. И вот такой хороший результат, срок между вот этими двумя снимками, которые видите здесь сейчас на экране, составляет ровно две недели. Это, конечно, очень хороший результат. Очень важно, что сегодня такие методы, как биологическая терапия, находят свое место для помощи нашим пациентам с нарушенной регенерацией. Одна из серьезнейших проблем сегодняшнего спорта – это стресс-переломы. И вот вы видите динамику одной нашей пациентки на фоне использования самой обычной ИПРП для лечения перелома основания второй плюсневой кости. И в этом смысле, конечно, сегодня методы биологические и биологические действия других препаратов открыли для нас потрясающие возможности в лечении наших пациентов. И сегодня вот такие вот очень интересные новые направления, значит, они очень важны для того, чтобы помогать нашим спортсменам. Поэтому благодарю вас всех за то, что вы послушали вот этот вот доклад. И, конечно, мы очень готовы сотрудничать по самым разным направлениям. Поэтому всегда ждем и обратной связи, уважаемые коллеги от вас.